Приветствую вас, Ольга. Смотрите, какая получается ситуация. Если вы хотите наладить отношения с мужем, то признать, что эта измена как минимум необходима, потому что ваш муж так считает. Ваше представление о том, что измена, а что нет, здесь не так важно, потому что мы говорим о том, что считает изменой вашему, соответственно, для наладживания отношений, для восстановления контакта необходимо понимать, что это будет измена, а не отрицатель. Это первое. Второй момент. Восстановить отношения можно при условии, если это больше не повторится. Да? То есть, если вы будете уверены, что такая ситуация больше не повторится. И здесь очень важно не обрадоваться, а разобраться в том, почему для вас стало возможным такое поведение, да? Чего вам не хватает или не хватало с мужем, что вы пытались получить от другого мужчины и, соответственно, на этот момент эту проблему разобрать будет. Вот. То есть, не обрадоваться, да, а именно вот рассказать, заявить о том, что вас не устраивает. Вот. Соответственно, более, более бережно относиться к своим интересам, да? Тогда более бережно относиться к тому, что вам нужно и более активно это продвигать. Тогда подобных ситуаций не будет, вот. И, соответственно, ваши отношения не разрушатся. Вот. Если же вы просто будете, например, там, грубо говоря, вымаливать прощения, то... Ничего хорошего не получится. Вот. Вот. Примерно такой ответ можно вам дать. Надеюсь, что это было полезно вам. Желаю всего самого доброго. И удачи! Редактор субтитров экос4каноз. Редактор субтитров Ale. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров Н.Новикова и через школьные адаферы. Галыча diver 2050-l году в deeperardı надежностью adesso